Несколько вопросов про сборную. У нас чисто спортивная программа на РБК. Ребята, мы говорим о завтрашнем выпуске. Попросили, ребята, спросили, Ваше непопадание в сборную. Вообще это как личная трагедия? Или все-таки есть надежда? Вы же были в обои на КПЛ и остаетесь по-моему, да? Да, я союзник. Сейчас я травмирую. Теперь у нас еще одна операция. Поэтому я не в футбол сейчас. Для меня трагедия, что я не в футбол, а не то, что я не попадаю на самую сборную. Во время чемпионата мира, вы же как-то, вернее не чемпионата, а как раз лечение травмы, да? Вы поработали диктором. Как вообще вам понравилась работа с микрофоном? Я к этому, ну вообще, экспериментам отношусь. Довольно-таки открытый человек для этого. И принимаю какие-то вызовы для себя. И новый эксперимент мне понравился. Не такая сложная профессия, я считаю. Поэтому у меня получилось в первый раз. То есть, можете оценить, по какой шкале учились? По пятибалле, допустим. Насколько у меня получилось это? Да. На пятерку, я думаю. Я слышал по болельщикам и как мы планировали по этому. Сейчас получилось. Угу. А какой самый лучший репортаж вам понравился? Диктор, это я объявлял состав команд. Это я не комментировал. Угу. Это немножко раз. То есть, диктор на стадионе? Да. Диктор на стадионе был. Да. Приходилось, пришлось учиться или... Один раз приехал, но приехал перед матчем и посмеялся просто. В принципе, ничего сложного. Своих игроков я знаю, состава команды знаю, поэтому не было никаких проблем. А вот для вас есть какой-то эталон ведущего именно у Виктора на стадионе? Да нет. Нет, да. Как-то за этим игрой не следил. Игра нашей сборной на чемпионате мира вызывала очень много критики на лекаре. Как вы считаете, заслуженно вы со стороны, наверное, наблюдали со стороны нашей группы? Или все-таки само попадание на чемпионат такого уровня уже достижение? Здесь каждое неудачное выступление сборной всегда оценивается критикой. Или удачное наоборот. Всегда критикую. Я другого принципа. И считаю, выступили так, как выступили. И нельзя как-то думать. Да, я знаю, что сами игроки, они знают, что они сделали не так, знают, почему проиграли, и пусть они с этим разбираются. И есть тренер, который за это отвечает. А критиковать и рассуждать, и сидя на диване, как я так же смотрел, и говорить, давай бей туда, забей здесь, это очень легко и очень просто. А выйти и сыграть это, и вообще попасть туда, это очень большой труд. А вообще для вас было неожиданно, что даже элитные команды не смогли, допустим, одни пробиться в финальную часть, ну то есть в плейок, а другие на первой стадии уже выбрали? Мне удивление было, что футбол сейчас умеют играть все, и даже Испания. В принципе, меня ничего не удивило, потому что сейчас любая команда умеет играть в футбол, он может обоградить ему как-то. Нет какого-то лидера, который непобедимый. Нет какого-то лидера. Сейчас много говорят про лимит на легионеров, про снижение лимитов на легионеров, так сказать, и до шести человек. Как вы относитесь к этому? Я за этим вообще особо стараюсь не следить и не слежу за этими обсуждениями, потому что для меня, в принципе, не принципиальный опыт. Есть лимит сейчас, он меня устраивает. То есть, когда играют иностранцы, это конкуренция дополнительно для русских игроков. Они должны не уступать. Также конкуренция для иностранцев, которые должны доказывать, что они должны уходить на футбол. То есть, это такая сбалансированная конкуренция, которая дает стилу для молодых игроков и для иностранцев так. Но такого нет, чтобы иностранцы выкисняли, да? Погоня за иностранными игроками, боссов мира, не способствует росту наших молодых. Не знаю, мне это не мешает. У нас был премьер, когда пошел теорет. То есть, наверное, на моем месте многие бы, наверное, футболисты, испугались, что прошел классильный игрок. Для меня это, наоборот, была мотивация и сильный игрок. Я у него, наоборот, брал очень много примеров, как играть как истинься вне поля. Поэтому для меня это не проблема. Ну и последний вопрос. Чувствуете давление со стороны болельщиков и специалистов на локомотивство? Таким не очень удачным старт, да? И выправится ли команда весеннего протеста? Ну, сейчас я не нахожусь в команде уже как три недели, потому что пока нельзя ничего делать. Завтра у меня просто тренировка в легком бассейне. С командой общался, конечно. Сейчас пришел новый тренер. Я его прекрасно знаю. Желаю ему удачи в команде. Думал, у него все получится. Давление есть на команду. Наверное, больше с болельщиками как-то непонимание. С одной стороны, их я их понимаю, с другой стороны, их не понимаю. Сложные ситуации. Здесь только мы своей игрой можем доказать самим себе. Я даже не хочу, чтобы игроки доказали болельщику или кому-то заслуживали чего-то. Мы заслужили в том сезоне в третьем месте. До этого в команде восемь лет ничего не было. В третьем месте мы заслужили. И сейчас опять какие-то чуть-чуть разногласия, конфликты и болельщики отворачиваются. Мне это необъяснимо. И поэтому мы сами должны играть за команду. Спасибо. Ну, первого проекта вопрос, наверное, касаемо команды. Новый тренер обожили. Что можешь про него сказать? Все-таки пока при нем не играл за травмы, да? Что в команде как ему отнеслись? Ну, насчет как отнеслись к команде, не знаю. Он знает, что команда хорошо работает, когда он класс глава. Я с ним работал в 2010 году, в футбольном году Москва. Я очень хорошо знаю, целый год проработал с этим специалистом. Могу точно на 100% утверждать, что с настроением в команде и с коллективом все будет на 100% хорошо. А все остальное, футбольные заслуги, футбольные победы, достижения, все зависит, конечно, немножко от привезения в том числе. Про Кучука всегда очень хорошо отзывались во время работы с ним. Вообще, вот эта ситуация, насколько это отражается на команде психологически? Потому что любая атмосфера внутри, она на результате влияет. Как вы все исправляетесь? Ну, про Кучука скажу так, что я к нему и сейчас прекрасно отношусь и прекрасно отношениями. У него, возможно, был конфликт с руководством, я не знаю, на 100%. Я не был третьим человеком, который был в этом конфликте, поэтому не сложно все еще там было. Я знаю, что он ко мне хорошо относился, как к игроку, как к человеку. Для меня это очень важно, я его ценил и сейчас его ценю и поддерживаю своим отношениям. Что было еще? Что я ответил? В принципе, все. Единственное, еще вопрос. Чехарда с тренерами, частая смена. Это очень страшно. Чего не хватает в локомотивном руководстве, чтобы какое-то постоянство добиться? Я думаю, самое главное, что результата не хватает. В этом сезоне все было хорошо в команде, но не было результата. Для любого руководителя клуба очень важен именно результат. Если нет результата, то возникают вопросы. Из-за этого идет давление на команду, на тренера, на тренера, на нас. Из-за этого происходит такая чехарда. Раз уж начали говорить о стрессе, все-таки, явно совсем с одним очень известным бойцом ММЭ, разговариваем, и он говорит, что весь стресс, который много... Сколько месяц он сказал? Саховским. Может, пить твой кофе, а то он остынет. Спасибо. Он сказал, что весь этот стресс, который накапливается у него в подготовке, часто из-за этого страдают именно близкие. И вот он, как он сказал, на жене и на маме, с которой... Ну вот они больше всего забирают это на себя. И насколько, Ольга, вам приходится все-таки... Даже здесь я поясню, что у меня папа, царство небесное, всегда учет, что работа всегда должна остаться на работе. А как только домой, здесь ты душой и телом, мы всем должны отдыхать и забывать о всех проблемах. Конечно, они не срываются. На коем случае. Единственное, что я как жена, как любящая девушка, я чувствую, когда он напряжен, и мы просто разговариваем о проблемах, о моих проблемах, о его проблемах в клубе. Он просто, может, иногда ему просто выискивается, а просто я должна его послушать. То есть, от такого, что, например, ага, так, смена тренера сейчас будет какой-то сменой. Смена жены. Нет. То есть, я очень улавливаю тонкого настроения и просто под горячую руку не попадаю. То есть, я знаю, что, например, после каждого выигрыша, ровно как после каждого выигрыша, мой муж напряжен. То есть, даже если счет положительный, он все равно в игре, он сидит, он просматривает момент, он анализирует, даже если счет хороший. А если команда проигрывает, то я вообще стараюсь не лезть под кожу. Наоборот, ловлю от него импульс. То есть, если я чувствую, что он идет на контакт, я начинаю рассказывать свое мнение, что-то обсуждать. Естественно, что здесь нужно четко понимать, что нужно в этот момент говорить, а что нет. И в этом плане, чтобы каких-то срывов не было, слава богу. И точно так же я стараюсь все проблемы, которые на работе у меня происходят, не приносить в семью. Здесь, наоборот, мы выступаем как муж и жена, которые друг друга поддерживают. И всегда рядом мы стараемся все эти проблемы вместе приятливы. Его проблемы, это мои проблемы. Когда... Мне кажется, достаточно. Достаточно, да. И за все это мы отвечаем вместе. Я буду тебя ногой бить, когда ты ответил на вопросы. Да, да. Я просто могу долго отвечать на вопросы. Я люблю развернутые ответы, сложно подчиненные предложения. Ну, в первую очередь, наверное, такой вопрос, если уже выбирать, все-таки у два человека, у которых достаточно забитый график спортсменов, которые у нас тренировки, игры. Вы человек-юдиный, у которого шоу, реалити-шоу «Дом-2». Как вы это совмещаете? Может, это помогает, такой график? А они надо ездить друг к другу в какой-то момент и все время держать эти отношения в тонусе. В средние два месяца вообще уже напряженные годы, если честно. Ну, это больше у тебя напряженные, у меня. Этот год опять какой-то с черными моментами. Последний год с черными моментами. У меня сейчас достаточно времени, чтобы посвящать ее семье, маме и так далее. Ну, а когда я в работе, и Оля в работе, для меня это плюс, что я здесь и дома, и без работы. Мне нравится это, и, ну, не знаю, как подстегивает наши отношения. Мы скучаем друг по другу. Ну, я могла со стороны жены сказать, опять-таки, что я знаю все игры моего мужа наперед. Я знаю, даже, ну, учитывая, что несмотря на то, что у меня сейчас травма, да, я все равно недавно сказала, у нас игра там такого-то числа. Я говорю, ее принесли, потому что я всегда держу руку на пульсе, я смотрю, когда игры, чтобы в этот день не планировать, например, свои какие-то съемки. То есть, на самом деле, я очень тщательно служу за моим графиком, за его графиком. И, конечно, подстраиваясь в любую свободную минутку или минутку, реально, даже пять минут, мы можем просто пересечься где-то в кафе, кофе попить. Любой свободный вечер мы проводим вместе. И, конечно, здесь очень важно совместный доступ, времяпрепровождение. То есть, в моей жизни лично нет ничего второстепенного и нет ничего... Я не распыляюсь на посторонние вещи. Есть семья, есть своего супруга, мужа и... И собаки. ...сестры, мамы, роды. То есть, семья, да, и есть работа, все. Ничего другого нет в нашей жизни. А то, что мы друг по другу встречаем, мне кажется, даже придает всегда какую-то новизну, потому что мы с нетерпением ждем сейчас опыта... Конечно, все подумают, что у нас все хорошо, но у нас тоже бывает все не короче. Когда? Сейчас мы, например, вместе приехали... Ты говоришь так, что у нас все неокли, делали. У всех боятся какие-то сложности. У нас бывает сложности, но сейчас все идеально. Очень идеально. Вот, сейчас, например, мы приехали. Вместе мы пошли на совместное занятие танцев. И это очень важно, когда муж с женой, спустя время, не пытаются найти время, когда привести его без друг друга. Наоборот, пытаются найти общее занятие, чтобы проводить время друг к другу. И очень здорово, что сегодня было первое занятие, и сразу после него мы приехали к вам. Это важно. А вот тут подробнее, как они считаются, по тому тренер. Медий трассов не играет, но ходит на танцы. Нет, я сегодня смотрел, как супруга танцевала. Она не пометила. Да, я пока не участвую, потому что мне нельзя пока ничего делать. А когда я выздоровел, и мне, может быть, я с удовольствием буду ходить. Сальство, панчатка. Почему нет свободного времени? Многие очень положительно относятся к некой вашей самоиронии. Следя за вашей страничкой в Инстаграме, вам подарили футболку. Я помню, Бузов там написано. Из них. Да. Но как это помогает у вас братья в жизни относиться с юмором? Ну, просто... Такие люди. Да, я родился с таким юмором. Воспитался. Воспитан так. И если это не со злостью сделано, я всегда посмеюсь и над собой мерить. Надо у меня сейчас нас заполнить. И над тобой я могу посмеяться. Да. Мы подкалываем друг друга очень часто. Сами даже с удовольствием это делаем. Без руки невозможно жить, мне кажется. Даже не сами с собой. В том же Инстаграме недавно вы забили гол за самого себя и ему на приставке. Да, да, да. Насколько это помогало вам скоротать время во время травмы? И для Оли отдельный вопрос. Насколько вам... Ну, как вы помогали вообще? Все-таки для футболиста, ну, самый большой стресс, наверное, это невозможность выйти на поле и играть, и смотреть как команда. Тем более в такое тяжелое время, для кого невозможность помочь. Этот год вообще очень стрессовый для мужа. Началось с трестообразных связок, да, и это было вообще... Ну, я не знаю, как мы это пережили, потому что, ну... Ну, потом уже не будем говорить. Уже другая тресса. Да, это было... И только она прошла все... Мы прошли восстановление. Я говорю, ну, потому что, ну... Я считаю, что это наша общая беда, и... Когда у мужа плохо, у меня в приори не может быть все хорошо, потому что все равно я переживаю за него. Естественно, мы это вместе преодолеваем. Мы разговариваем. Это часть футбола, часть спорта, часть моей жизни, которую я сам выбрал изначально, и я должен быть к этому готовым изначально. Если я буду говорить, зачем, почему опять я, я так буду сдаваться. Я не такой человек, я к этому готов. У меня всего еще 27 лет, у меня все впереди еще. И до января я такой был, не так много. Пропущу только вот эту часть. У нас сейчас уже начнется в январе. И с января я уже буду в общей группе, и уверен, что это последняя травма моя семья. Нет, вам вопрос задали. Кого нам вы задали? Как мы... Как вы помогаете? Как мы помогаем? Как ты мне помогаешь? Я тебе помогаю. Помогаю ли мы? Как ты мне помогаешь? А как ты? А я тебе в чем помогаю? По поддержке? Ну, я не знаю, в чем ты помогаешь. Я знаю, в чем он участвовал. Хорошего. Да, кстати, вот это. Я смотрел шоу. Тут тоже везде была ваша поддержка. И в инстаграме. Я приходил на первое выступление. Считаю, что выступление на трапеции было самое тяжелое. Я вообще не понимал, как оно это сделает. Это реально церковый номер. Это бы я, наверное, раз 30 точно спросил. Это со страховкой сто процентов было. Он говорит, нет, мы переживаем все без страховки. И я подхожу и сижу на настроение, и реально нет страховки. Ну, там у Салтона, наверное, 7-8 метров точно было. То есть там можно было, наверное, покалечиться. Присутствует Дима для вас там поддержка? Да, да. Или кто-то нервничает на то, что, когда... Например, на репетициях мне вот никто не нужен. Если бы он приходил на репетиции, я бы не смогла репетировать. Потому что я всегда очень на него отвлекаюсь и всегда на него реагирую. То есть я на него стараюсь. Я могу даже... Выпендриваются. ...пендриваться перед ним даже, перед любимым моим. Поэтому на репетициях мне он не нужен. А именно на выступлениях мне необходимо было, чтобы он был рядом. Он не всегда мог. Он приезжал. Не всегда хотел. Он не всегда хотел. Какие-то номера, которые... Не хотел. Ну, кто-то. Или, к тому же, Ренит. Меня не хватило. Я не хватило, расстраивался. Вот. Но я могу сказать, что на выступлениях, на крайне выступлениях, мой танец со змеей, мне прям было жизненно важно, чтобы он пришел. Я так хотела. Она мне неделю говорила. Я уговарила Риану. Я говорю, пожалуйста, я хочу танцевать для себя. Потому что мне важно было. Мне важно просто было бы рядом. Он пришел, и я выиграла в этом проекте, в этой программе. Поэтому я не знаю. В этом проекте вряд ли ты выиграла? Да. В программе, да. Конечно, важно. Важное присутствие. Важная поддержка. Важное доброе слово. Важное просто уложить спать. Реально уложить спать. Потому что я последние два месяца так усырила себя, что просто палила с ног. Важное, потому что мой муж просто меня реально укладывал в спать. И попректовал его заниматься своими динамиками. Процедуры делать для ноги. Или приглашать друзей. Играли в кристаллы. То есть это все важно. В этом проявляется забота, любовь. Когда ты успокоишься о любимом человеке. Понимание. Когда ты его понимаешь. Когда ты готов его услышать. Когда ты готов просто помолчать, послушать. И начинаешь говорить, слушать его. У меня было плохое настроение. Я говорю. Я не могу ему сейчас всего поделать. У меня просто плохо. У меня просто плохое настроение. И другой человек сказал. Ты как с тобой? И Виктор вдруг услышал. И он мне сто раз спросил. Что тебе купить? Ваши цветы. Что тебе сделать? Почему плохое настроение? Это важно. Потому что между нами такая связь. Которая присутствует. Мы ее не рушим. Наоборот еще больше управляем. Потому что самое главное. Чтобы между мужем и женой не было пропасти. А между нами это пропасти. Потому что у меня только супруги. У меня друзья. У меня брат с сестрой. Кто угодно друг другу. То есть все моменты счастья и боли. Мы делим вместе друг с другом. И не боимся друг другу говорить о своих переживаниях. То есть у вас такое понимание о семье. Вы совсем недавно. Вы как бы стартовали от бизнеса. По Эштерио. И он опять приехал. В магазин. Я видел в магазине. Ответил. Было рядом. Хотя украшение. Вообще идея это была. И насколько вы вместе. Совещали ваши какие-то идеи. На самом деле это наш семейный бизнес. Да. И мы с сестрой. Мы являемся владельцами этого бизнеса. Вместе с нашими мужьями. Вот. Но поскольку у мужа футбол. Это не только основная профессия. Это вся его жизнь. На все остальное у него сейчас нет времени. И на самом деле и правильно. Потому что Дима отдает спорт и футбол полностью. От А до Я. Пальчик в ногу до кончик в полоску. Это настолько самотверженный человек. И как он любит профессию. Я уверена, что... Про магазин говорят. А, про магазин. Да. Поэтому естественно. Ну в общем это наш сестра бизнес. Они так. Они занимаются своими делами. И мы вместе придумывали название. Естественно творческая часть. Помогали нам нашим мужьян. Ну в основном сестра занимается. Сестра занимается и я. Потому что ребята конечно не до наших украшений. Но тем не менее это такие знаковые события. Как открытие второго магазина в охотном виду. На днях у меня состоялся показ. Мой муж был рядом со мной. И это важно. И для меня это важно. И мы это понимаем и делаем друг для друга, не потому что это надо, потому что мы хотим это делать. А как вы нашли друг друга? Извините, только Юрия. Как ты меня нашел? Как ты меня нашел? Как ты меня нашел? Ты же меня искал. Я вообще не знала, что ты нашел. А я никогда не смотрел твою программу, я только не знал, то ты. Кстати, Оля сказала, что вот она начала играться в футболе, следить за матчем. А вы начали? А он и не заканчивал, потому что это уже все знают. Нет, я раньше смотрел. А ты хорошо, объясни, почему ты смотрел. Если ты объяснишь, то ты меня хорошо знаешь. Чтобы тебе было интересно. Нет, ты не пробовал. Потому что я играл в Тонске на тот период. Мне сняли квартиру однокомнатную. А, и от скуки ты начал смотреть? Мне опять ничего не помнишь. И у меня поставили телевизор такой, ну погоди-ка, он в облах бил по нему, телевизор не показывал. У меня так же ТНТ только показывал. Единственный канал. Это честная правда, вообще чистая правда. Да, это правда. Это правда. Но когда он вернулся в Москву, ты подумал. Потому что меня затянуло. А меня затянуло все подряд, там все программы. Все затягивали. Да, затянуло и вот так он на меня и нахакал. Но сейчас меня растянуло. И согласитесь, что я сейчас месяца два вообще не смотрю? Сейчас, да. Сейчас, ну периодами на самом деле. Это моя основная профессия. Естественно, любимый всегда интересуется. Что налобно? Что произошло? А когда попадает, что мы вместе... Нет, я спрашиваю, кто-нибудь подрался? Это мне интересно все. Кто-нибудь подрался? Что было налобно? Что? Что? А когда так случайно попадает, что мы вместе смотрим эту программу, задают вопросы. Поэтому точно так же. Это... Можно по-разному относиться к моей профессии, да. Разные люди. Но важно, что наши дела... Мы уважаем выбор друг друга. И можем не продолжаться разбираться, но интересоваться и быть всегда. То есть... В твоей профессии сложно разобраться. Да, у меня звучат напал. Она очень сложная. Я тебе хочу сказать. Очень сложная. Ты знаешь, кто у тебя была твоя жена? Да, я вышла. В числе моих. Я все знаю. В твоих словах. Статус, статус, статус. Все знаю. Актриса. Да. Радио ведущая. Да. Радио ведущая уже нет. Уже на наше шоу. Модель. Диджей. Ну, факт уже... Модель, диджей, да. Модель, диджей. Дизайнер. Да, еще. Жена. Любовница. Я думаю, достаточно перечислил. Чтоб забыл? Нет, чтоб забыл? Писательница. Писательница. Писательница? Не знаю, со мной это не писательница. Бизнесменер. Бизнесменер? Бизнесменер, да. Окей. Извините. Ха-ха-ха. Но вы, надеюсь, понимаете, что ваша субботность была? Понятно. Вы, я не знаю, сегодня это было на днох, может быть, посещали детский дом. Да. В котором с парнями были фотографии. Насколько важна такая деятельность для публичных людей? Насколько это необходимо? Ну, если честно, я, ну, это дело не для вообще окружающих, для себя дело. Просто на странице в Инстаграме я выкладываю. Ну, как проходит, протекает моя жизнь. И чем я занимаюсь. Что мне хочется было. И... Ребята, которые были в Инстаграме, им было бы приятнее, да? Ну, да. Сейчас настолько продвинутые дети, что, ну, они не совсем дети. Это подростки, наверное, 13-14 лет. У них своя футбольная команда. И я первый раз к ним приезжал, пообещал, что привезу им форму. Мечи и так далее, что им хотелось. Вот. И я все это приобрел, выполнил обещание, приехал еще раз с ним, пообщался. Ну, для меня это, знаешь, как камень души падает, когда я делаю добро для детей. Я знаю, насколько им важно это. Не просто приехать, подарить и уехать там, или просто перечислить другую часть денег. А уделить внимание. Чай, послушайте. Да. Они так слышали, чай. Ну, поили, чай мне. То есть, задали вопросы. Такие вопросы, что я был, наверное, в шоке. Дети просто их интересуют. Айфоны. Все, что меня в этом вырос точно не интересовало. Но сейчас, наверное, так мне нужно это принимать. У человека просто должен быть порыв души. То есть, нет такого, да, что, что должны делать. Вы говорите, да. Актуально ли это будет для аминтина людей посещать какие-то такие места, где требуется помощь. Никто ничего никому не должен. У человека есть порыв? Ну, нет порыва. Я могу сказать, что в каждом городе, в котором я работаю магазин, в Сиенске по Ольгопрузе, в каждом городе, если у нас есть тайна по графике, мы в этот день не влетаем, у нас какой-то есть период времени. Мы съезжаем с сотрудниками в детский дом, который находим заранее, привозим продукты, общаемся, одежду. И это не всегда афишируется и не всегда делается масштабно, потому что, естественно, нужно всем помочь, мы не будем, по сожалению. Но если у человека есть порыв, если есть желание, даже если ты одному человеку сделаешь хорошо, даже если ты одному поможешь, то это здорово. Поэтому мы не пропагандируем это, а просто для нас это порыв больше. Нам хочется это делать. Недавно ко мне в Инстаграме, в директе обратился человек, что он сирота и просил помощи, чтобы зарабатывать самостоятельно. Мне нужно было купить машину, любую машину, которая вообще есть. И я ему два дня назад перечислил его деньги. То есть я чувствую, не знаю, чувствую, что могу я делать. Потому что обращается реально много людей, но всем-то не может помочь. Это просто невозможно. Но с возможностями и пожеланиями. Вы никогда не сталкивались, я бы не знал, что вы помогаетесь, и много народу обращается. Когда-нибудь сталкивались, может быть, обманем с каким-то вещами? Как-то от этого себя оберегаете? Ну, я давно с ним сталкивался, но я уже эту историю давно забыл. То есть я тоже перевел деньги на лечение, встречался с мальчиком, который реально я увидел, он больной. И я дал ту сумму, которая нужна была в операции, и попросил, чтобы на убеде позвонили. И люди просто забыть нельзя. Ну, все это остается на совести людей, которые, на самом деле, обманом в жизни очень много. Частные люди это делят. На совести каждого человека, который так поступает. Мы не сможем еще почести по совести. Есть какие-то важные моменты, жизненные принципы, которые мы следят. Мы, в этом плане, очень похожи. У нас знаковые ценности примерно похожи. Поэтому мы смотрим в одно направление. Мы идем вместе с вашей степенью. Поэтому... А если кто-то там решает поступить плохо, плохо, некрасиво, я считаю, что мы должны быть сильными для того, чтобы мы раньше умеем прощать. Я вообще не забавляю до человека. Какая, любой обман, неважно, какого рода, обязательно ставится вообще обман, предательство. В начале мы говорили про танцы. А вот совместное увеличение, которое начинается. Есть ли какие-то, наверное, совместные форби вообще, с которыми вы коротаете? Да. О, мне интересно. Давай. Раз, два, три. Скажи кино. Кино! Мы очень любим уходить в кино. Мы всегда будем вместе. Уже у нас традиция, это с первой для нашего знакомства. Просто мы любим уходить в кино. Мы раз в месяц всегда будем ставили в театр на какие-то установки. Вот в ближайшее время идем вместе. Мы месяц назад ходили в театр странных. Потрясающее вообще. Мизуху. Да. Для нас это время и духовно развивает, если я не говорю о кино. О театре, да? А кино это просто некий, да? Отвлекает от всего. Отвлекает от всего. Мы как бы познакомились, мы стали в стаканике, то мы сидели вместе. В театре, если честно, не зеваете их пока? Вообще нет. Нет, мы вот выбираем спектакли, вот чтобы нам советуем, чтобы кто-то уже был. Мы не будем просто так, для галочки. Да, и последний раз вот мы встретили Слудского как раз. В предпоследний раз. В предпоследний раз, да. Слудского встретили. В Табаку вот театр, в Табаку ходили, а постановку, не помню уже какую, но встретил скринер. Ну да, было необычно. Было очень приятно, что не только кулу, что люди посещают. И вот нам участвуют. История стала самым большой поклонник театру. Да. Поэтому мы любим это дело. Если это лето, да, то мы можем на солнце проводить время. То есть это лето, ну, клуб, яхот-клуб, где можно, допустим, лежать, поплавать. Играть в маленький теннис. Если это зима, то это кино, это какие-то компорт-театр. Это... И ожидание выпуска. И ожидание выпуска. Да, еще мы очень любим проводим время вместе. То есть у нас какие-то бывают прям такие отдельные дни. Это праздники в нашей жизни, когда мы там, да, проговариваемся, что мы никуда не идем, что мы прям дома, что мы смотрим футбол, на обед, гуляем собак. Проводим время. Собак мучая спина. Их улыбка. Она так уже мерзнет, потому что... Играть собаки. Играть собаки. Играть собаки. Играть собаки. Играть собаки. Да. Ну, какой у вас охранник дома, да? Да, такой. Ха-ха-ха-ха. Такой охранник. Который всех лежит. Он у всех лежит, всех любит. Как это так? Все. Спасибо. Спасибо большое. Монтажер, входник локомотива. Конечно. Подождешь? Да. Спасибо.